а вот и грибок называется подберезовик всем привет сегодня мы гуляем в лесу недалеко от нижнего новгорода светит солнышко поют птички но правда ветерок и случайно натолкнулись вот на такой мега запущенный объект даже не знаю к чему он относится очень эпичный и сейчас мы с вами пройдем и посмотрим забор уже частично разрушен поэтому можно пройти без проблем вот забор лежит кто-то гулял до нас естественно вот такие вот окна аркой стекла целые заросли кругом практически выше чем по пояс какие-то ворот открытые да такое такое здание ангар песок покрышки и вот такая высота потолка около 10 метров жутковато немного мы посмотрим что дальше дальше у нас небольшая комната здесь все пусто но более-менее приличном состоянии а тут выход в лес так мы сейчас вернемся посмотрим здесь по всей видимости туалет был видно стрелку идем по лестнице лестницу сохранилась в хорошем состоянии на грани на этот этаж но тут фактически он василий ходит я уже здесь привет еще какая-то комнатка вот с таким арочным оформлением и вот такие вот окна здесь панорамные и вид на лес на прекрасный лес ну а мы идем дальше обследуем да конечно площадь потрясает очень большая площадь заброшенная металлические конструкции в хорошем виде идем дальше так вот в эту комнату еще можно заглянуть ну здесь тоже чистенькая комнатка вот форточка можно сказать открыто и вот вид в лес идем дальше вот тут видимо санузлы какой-то переход ну а здесь вообще очень темно темный коридор откроем ну здесь типа маленького балкончика что-то такое и какая плитка красивая но частично отбитая уже заглянем сюда ну здесь санузлы санузлы и вот такой балкончик опять красивый с панорамными окнами вот такое оформление красивое да сейчас уже все заброшено так вот здесь опять продолжаются красивые окна вот здесь довольно-таки большой балкон вот с такими перилами вот с такими перилами красота под ногами всяческие мухи да территория большая вот еще один балкончик и вот детский круг ну а здесь опять мы видим санузлы и небольшой балкон мы видим какую-то комнату здесь дует ветер потому что окна частично здесь разбиты вот и мы видим впереди еще какие-то постройки деревянные к чему относятся непонятно ну и наша цель сегодня посетить это большое здание полностью поэтому идем дальше здесь у нас тоже санузел ну и здесь что-то похожее на санузел да конечно такого я еще не видел здесь очень эпичное сооружение вот это вот похоже наверное все-таки на бассейн вот вот он бассейн сейчас надо пробраться туда под ногами скрепить стекло и вот вот мы вышли да я так думаю что это все-таки бассейн по крайней мере на это указывает плитка дельфины и соответственно 25-метровое расстояние от борта до борта да по всей мести это был бассейн непонятно почему идет здесь так а потом сразу резко углубление странно прогуляемся до конца да у меня других вариантов нет вот это бассейн вот такой мега бассейн мега заброшен в мега заброшенном здании да я удивлен практически как бассейн в Припяти могу сравнить сравнить да вот это вот точно бассейн да 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 но почему-то вот здесь одно расстояние а там сразу вниз спускается да да это сто процентов бассейн практически бассейн в Припяти а длина 25 метров как и все положено по стандартам вот вот такой эпичный бассейн и дыра в потолке обалдеть вот это заброшка такого мы еще не видели такого мы с тобой еще не видели здесь вообще нигде только в Припяти такой бассейн есть сейчас поднимемся еще выше и посмотрим вот ради этого стоило здесь погулять еще пройду круг да вот это сегодня повезло вот такой бассейн ну опять-таки не понимаю почему здесь ниже а там идет вот сразу выше уровень вот тут дверь была ее заложили кипячом и плиткой непонятно с какой целью дельфинов-то я заметил а вот еще и русалка русалка а это какие-то там рисунки да русалка а вот это Нептун с трезубцем Нептун я вот случайно посмотрел и увидел дельфинов я сразу увидел а вот русалку удалось не с первого раза разглядеть но она довольно-таки тусклая но вот так похоже отлично так ну а мы да тут круговое движение получается а как пройти на третий этаж так это у нас уже третий этаж мы поднимаемся не знаю что тут будет выход на крышу это интересно возможно мы сейчас и поднимемся но сначала вот сюда вот здесь такое аккуратное помещение эхо переход к кафе это был маленький бассейн да кстати да вот это был бассейн для малышей кстати вот сейчас я ну это издалека вижу вот там на стене кораблик и краб краб такой скорее всего вот этот краб я не знаю что это такое а вон там дальше рыбка что-то непонятное рыбка нарисована рыбка да нет вот здесь наверху тоже ну наверху скорее всего кит похож на кита и вот он детский бассейн небольшой да вот это комплекс здесь был при советском союзе очень большой комплекс я вообще удивлен вот такие перила ну и мы видим большой бассейн но уже поднялись чуть повыше на один этаж вот мы уже стоим около крыши вот такой вот наши дельфинчики и русалка ну а мы идем дальше вот мы с этой стороны посмотреть еще раз покинуть этот мега бассейн взглядом вот так он выглядит с высоты третьего этажа отлично все было красиво люди купались здесь и через эти большие окна наслаждались видом на лес отлично и вместе с тем же печально что это все уже давно заброшено вот такие красивые перила здесь видимо кто-то сидел и наблюдал за всем происходящим здесь такая небольшая комнатка вот и отличный вид супер что еще скажешь супер я такого еще не видел василий нашел тренажер да древний тренажер у меня видно но у меня нет на свете так вот в этой комнатке куча мебели навалены друг на друга так здесь даже ковер и кресло ну собственно везде кресло только здесь они стоят ну а здесь навалены друг на друга стекло разбито и краска вон сползает со стен ну а мы идем дальше интересно что там нас ждет а нас ждет пустая комната и еще подъем небольшой ага мы стояли вон на том балкончике и вот здесь параллельно еще один балкон уже вид непосредственно на лес и вот по-моему там мы уже были на этом большом балконе красота посмотрим что дальше аккуратная лестница и кресло ну а здесь спуск уже вниз нам туда пока не надо вот здесь тоже кабинет какой-то пустынный и вот такие фонари идем дальше и попадаем опять опять попадаем в бассейн все вокруг него крутится вот мы вернулись к этой лестнице не могу себя сдержать не вывести посмотреть тем более здесь все в отличном состоянии все крепко так и я вижу крышу здесь вода вот такая вот крыша кстати можем прикинуть размеры здания вот какие размеры и все окружено лесом очень большое здание для этих мест да да осторожно лужа вот крыша кстати в неплохом состоянии но правда уже тоже деревья растут вот такой вид открывается крыша и мы можем оценить размер здания размеры впечатляют конечно подойдем подойдем на тот конец да не перестаю удивляться и устаргаться этими размерами заброшки просто мега заброшки вот такие красивые сосны окружают этот заброшенный объект будем называть его бассейном не просто бассейн мега бассейн красота только ветер конечно дует здесь но ветер теплый приятный и сейчас мы будем спускаться обратно масштабы оценили и так мы спустились на первый этаж здесь мы еще не были здесь вот тоже дестрой в виде кресла разбросаны и вот это вот практически уровень земли это вот главный вход вот главный вход ступеньки поросли деревьями уже все поросло посмотрим земли на это здание вот оно эпичный бассейн и вот самый главный балкон и ступеньки вот мы и прогулялись по этому мега заброшенному бассейну я просто потрясен такого еще никогда не видел сравниваю его с припятским бассейном ну а вам спасибо за просмотр ставьте лайки пока-пока до следующих видео